всем привет сегодня мы поговорим про то как выйти на новый уровень заработки потому что прошлый эфир который я проводил многим понравился многим был интересен вот соответственно сегодня хочу продолжить эту тему и конкретно поговорить уже про то как выйти на новый уровень давайте вспомним про что я говорил в предыдущем видео про мышление и уровень нормы я говорил то что соответственно у каждого человека есть определенное отношение к себе и к окружающему миру именно это отношение к себе и к окружающему миру она влияет на то сколько ты зарабатываешь и даже если ты зарабатывал 100 тысяч рублей потом тебя уволили либо ты обанкротился тут и в любом случае придешь к этим деньгам потому что твой уровень нормы да твое мышление твое отношение да какие-то назад отношения к себе и к окружающему миру она на 100 тысяч рублей многие у меня спрашивали да там задавали вопрос то что макс типа ну вот скажем человек зарабатывать 500 тысяч рублей но после этого не факт что он будет зарабатывать и деньги может он выиграл лотерею либо он эти деньги нашел либо он эти деньги украл либо ему помогли это не работает так да то есть если человек скажем зарабатывал на работе 40 тысяч рублей и выиграл лотереи 500 тысяч рублей да то его мышление его отношение к себе и к окружающему миру так и осталось на 40 тысяч рублей ничего не поменялось то есть эти приходящие 500 тысяч рублей люди потратят вот поэтому те люди которые выигрывают лотереи в лото да там за на в казино они потом тратят все деньги абсолютно все там большие вот эти гигантские выигрыши там миллионы десятки миллионов рублей может даже долларов и в итоге они скатываются в ту же хреновую жизнь которую не было до выигрыша потому что они не умеют пользоваться этими деньгами они не готовы к этим деньгам просто то есть они не продали своему мозгу идею того что они этих денег достойны и они не знают как с ними обращаться у них в принципе жизнь уровень жизни уровень нормы не на те деньги которые они выиграли их окружение их не знаю там привычки они на ту зарплату которую не было понимать чем говорю да соответственно многие у меня спрашивали макс вот с этим понятно соотношением да ну как начать зарабатывать больше да то есть как выйти на новый уровень дохода почему я могу об этом вам говорить потому что я сам лично прошел путь от заработка там 10 15 тысяч рублей до на нелюбимой работе подработках там официантом там в сумме там потом я работал по профессии 37 тысяч рублей зарабатывал в месяц до 500 700 тысяч рублей в маркетинге да это не стабильный заработок сразу скажу что у меня бывают месяцы там провальные бывают хорошие но мой мое отношение мой уровень нормы уже на 500 700 и ниже я не хочу опускаться да как бы доказывать вам мой уровень дохода я не собираюсь можете просто посмотреть мой инстаграм как бы я сейчас квартиру купил ремонт там делаю там достаточно дорогой там на 4 миллиона рублей машины у меня нету что я не сдал на право ну как бы кому надо те поверят да вот соответственно я вам сейчас буду рассказывать от чего зависит ваш заработок да естественно я не зарабатываю там миллионы десятки миллионов рублей у меня стоит такая цель я думаю что я к ней приду но по крайней мере хотя бы вам рассказать путь от там 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей думаю многим будет актуален сейчас да вот если вам интересно актуально там напишите в комментариях плюсик да там ну как-то мне отреагируете чтобы я дальше снимал такие видео вам рассказа потому что я такие видео я нигде не видел то есть я не видел чтобы человек четко конкретно рассказывал про свой путь да так как мне это актуально по что я сейчас нахожусь на этом пути я с вами этим и делюсь да и без всяких там типа там скачай pdf и так далее прямо как есть вам рассказываю вот соответственно вернемся да у меня на канале на youtube канале два-три года назад я выложил видео называется теория комнат да это чисто моя теория моя разработка моя идея ссылку я прикреплю в описании к этому видео да это видео я выложу там в gtv там youtube вот посмотрите сначала то видео да потом продолжите вот это видео смотреть вот там именно идея про комнаты про наше сознание да давайте я просто вкратце опишу как она выглядит эта идея а ну более подробно вы посмотрите в видео которое я вам сказал да посмотреть то есть теория комнат у меня есть на на ютюбе и так в чем же заключается данная теория у каждого человека есть определенная комната да предположим назовем эту комнату 40 40 тысяч рублей в этой комнате он привык жить то есть он там знает где находится телевизор да вот скажем там где стоит телевизор где стоит диван какой там диван а какие каналы он смотрит по телеку какой радио он слушает какую чистоту включая да там сколько у него книг на полке там сколько комнат вот там это очень никому сколько там мебели в этой комнате да там а какого качества это мебель да то все человек живет в этой комнате он привыкает к ней соответственно вы меня спрашиваете макс как зарабатывать больше вот чтобы зарабатывать больше нужно выйти из комнаты 40 тысяч рублей попасть в комнату 100 тысяч да при этом развитие вашего заработка она не идет равномерно она идет экспансиально либо по логарифму то есть вот если брать вот мой рост и рост там тех людей за которым я слежу с кем я общался и в принципе да там то есть я вижу эту тенденцию что рост он идет именно по экспоненте да то есть он не равномерно там какими частями добавляется то есть там по 10 тысяч рублей либо по 100 он растет экспансиально то есть получается здесь получается ваш заработок здесь время да получается значит вы зарабатывать скажем 40 потом зарабатываете 100 потом зарабатываете 300 потом зарабатываете 500 да ну то есть по сути это похоже на логарифм да то есть Оно вот так растет. Почему такой рост? Такой рост, потому что, так как я по образованию геофизик, мне проще вам объяснить на физике. Но это на самом деле физика, там, 3-5 класс, ничего сложного здесь нет. Я об этом часто рассказываю. Вот смотрите, вот есть какой-то предмет, да, и вы прикладываете к нему силу F, да, это сила. Сила F равна массу умножить на ускорение, правильно? Вспоминаем нашу физику. Но при этом точка приложения силы, она может отличаться. То есть угол наклона, то есть вы можете вот так давить на этот предмет, правильно? Вот так давить на этот предмет. Соответственно, угол наклона влияет на общую силу, то есть общее значение силы. С вспоминаем физику, да, то есть получается умножаем на какой-то угол, ну, назовем его альфа, правильно? То есть синус, там, косинус, да, там, то есть какое-то значение, которое влияет на конечный результат силы, да. Соответственно, мы в жизни прилагаем какие-то усилия для того, чтобы совершить какое-то действие, да. Соответственно, то же самое, как в физике. Наши усилия, наш результат наших приложенных усилий зависит от, соответственно, массы и ускорения. Ну, если это переложить на жизнь, то масса – это, скажем, ваш опыт, там, количество ваших действий, предположим, да, там, ускорение – это насколько быстро вы что-то делаете, да. А угол, угол – это как раз-таки под каким углом вы смотрите на эту проблему. Потому что, если вы зарабатываете 40 тысяч рублей, то вы будете давить под углом альфа-1, скажем, да. Если вы зарабатываете 100 тысяч рублей, вы будете давить под углом альфа-2. От чего зависят эти углы? От отношения, именно от уровня осознанности, да, и навыков, там, ваших опыта, да. Ну, грубо говоря, чтобы заработать 40 тысяч рублей, вы делаете, там, действия А, Б, С, да. Но чтобы заработать 100 тысяч рублей, вы же не делаете те же самые действия. Да, большинство людей думает, как? То есть, если я зарабатывал 40 тысяч рублей, то чтобы зарабатывать 100 тысяч рублей, мне нужно что сделать? А, Б, С умножить на 2,5, получается, да. То есть, мне нужно повторить мои действия А, Б, С два с половиной раза, да. Все, конечно, классно, но все это упирается в ваш временной промежуток. То есть, у вас же нет бесконечного количества часов каждый день, да. То есть, мы имеем ограниченное количество времени, да. Т, оно ограничено. То есть, 365 дней, соответственно, по 24 часа. При этом, мы же не все часы работаем. То есть, мы спим, едим, там, общаемся с людьми, там, друзьями, на семью тратим время, да. Даже на, не знаю, там, поездки, на метро, на такси, там, на транспорт тоже время отнимают. Соответственно, мы не можем просто взять и вот так вот простой математикой дойти до 100 тысяч рублей. Соответственно, как мы доходим до 100 тысяч? Мы делаем другие действия. То есть, мы либо те же самые действия под другим углом, либо абсолютно другие действия. То есть, чтобы зарабатывать 100 тысяч рублей, мы не можем зарабатывать этими же действиями, как мы зарабатывали 40 тысяч рублей, понимаете, да. Если понимаете, там, согласно со мной, напишите в комментариях, там, плюс, да, тоже. Соответственно, мы здесь выбираем действия, скажем, Z, Y, там, не знаю, там, N, предположим, да. Вот другие действия. То есть, мы зарабатывали здесь 40 тысяч рублей такими действиями, 100 тысяч, мы уже другими действиями зарабатываем, да. Дальше, чтобы зарабатывать, вспоминаем экспоненту 300, да. То есть, чтобы зарабатывать уже 300 тысяч, то есть, перешагнуть от 100 тысяч к 300 тысячам, да, мы уже другие, опять же, действия берем, либо под другим углом их делаем. То есть, это будет либо, вспоминаем физику, да, то есть, наше значение F, конечное. То есть, мы берем либо Z, Y, N, которые, вот эти действия, которые мы совершали, чтобы заработать 100 тысяч рублей, умножаем на угол альфа. Либо мы берем, либо, да, либо берем вообще другие действия, там, скажем, D, G, там, не знаю, там, E, да, вот такие. Вот, все, зарабатываем 300. Очень важный момент. Давайте посмотрим. Вот, ну, как бы, саму логику, я думаю, вы поняли. То есть, получается, чтобы зарабатывать по экспоненте большую сумму денег каждый месяц, мы должны совершать другие действия, либо по-другому как-то делать. Простой вам пример. Вот вы зарабатываете, скажем, 40 тысяч рублей. Многие мои подписчики, там, занимаются услугой маркетинга. Скажем, вы настраиваете таргетированную рекламу за 40 тысяч рублей в месяц. То есть, предположим, вы, там, не знаю, берете двух клиентов в месяц по 20 тысяч, да, ну, скажем, 2 по 20, да, ну, вот стандартная схема, предположим, у вас, да, там, таргетинг, настройка таргетинга. Дальше вы такие, блин, мне мало 40 тысяч, я хочу зарабатывать 100 тысяч рублей, да. Как работает логика, как работает мышление у большинства людей? Соответственно, если я зарабатывал, вспоминаем, да, то есть, вот, я делал действия А, Б, С, то есть, предположим, находил клиента, закрывал его, настраивал таргет, да. Соответственно, как большинство людей мыслят, чтобы мне заработать вместо 40 тысяч 100 тысяч рублей, я должен эти действия повторить 2,5 раза. То есть, взять в 3 раза больше клиентов. Но мы упираемся в Т, соответственно, мы не можем раздвинуть, растянуть свое личное время, которое мы тратим на работу. Ну, конечно, вы можете, там, уебываться на работе, там, и спать за ноутбуком, и вместо, там, 10 часов сна тратить на сон 3 часа, но вы так долго не продержитесь. То есть, это не стабильный доход будет. То есть, у вас будет доход вот так вот. То есть, вы, грубо говоря, в моменте заработаете, а потом вы сляжете просто, потому что вам будет плохо. Понимаете? То есть, ну, организм не привык к таким вот нагрузкам сильным. Соответственно, человек начинает думать, блядь, а как мне заработать 100 тысяч рублей, но при этом не уебываться? То есть, не брать больше клиентов, да, там, как бы, и не повышать средний чек, потому что средний чек до бесконечности повышать невозможно. Да, вспоминаем нашу формулу прибыли, да, то есть, от чего зависит прибыль. Давайте вспомним еще раз. То есть, количество клиентов умножаем на средний чек, умножаем на конверсию, умножаем на LTV, да, вот. Соответственно, с количеством клиентов мы не можем работать, потому что мы одни, вспоминаю, да, мы фрилансеры, все, мы вот, мы единицы, я фрилансер, у меня команды нет, я один работаю. А, соответственно, количество клиентов я не могу увеличить, потому что у меня не бесконечное время, которое могу тратить на клиентов, да, на работу. Средний чек тоже не могу увеличить до бесконечности, потому что есть определенный уровень, ну, вилка цен на рынке. То есть, ну, как бы, нельзя продавать таргет за 100 тысяч рублей. Ну, конечно, можно на какой-нибудь дурак, может быть, и купить там один, но стабильно каждый месяц вы таких клиентов, таких дураков не будете находить. Это нереально. Ну, плюс, как бы, вряд ли у вас там суперраскачанный личный бренд, чтобы позволить себе продавать услугу, там, в 5-10 раз дороже рыночной стоимости. Соответственно, тоже нет, да, нет, как бы, нет. Конверсия. Да, можем поработать с конверсией, но, по моему опыту, космического роста в конверсии вы не получите. То есть, ну, как бы, вы себя за месяц не переделаете, вы себя Джордана Белфорта за месяц не сделаете, там, вы не переделаете. Эти скрипты чудесным образом так, чтобы у вас там конверсия увеличилась на 20-30%, что существенно повлияет на деньги на выходе. LTV. Тоже, как бы, хрен знает, потому что LTV – это количество покупок, количество, ну, вот, раз, которые у вас купил клиент, скажем, услугу таргетинга, да. Ну, окей, как бы, вам же деньги нужны, как бы, в этом месяце, а не через 3 месяца, поэтому тоже нет. Как бы, а что, блядь, делать-то? Надо поменять полностью модель, то есть, у вас была до этого модель какая? Найти клиента, то есть, действие А, продать ему таргет, настроить ему таргет, да, все, вот 3 действия, предположим. Соответственно, мы должны как-то действовать по-другому, то есть, мы выбираем другие действия. Какие? Например, мы расширяем продуктовую линейку, да, то есть, мы работаем с средним чеком не просто услуги, а добавляем новые продукты сюда, да, мы нанимаем людей, скажем, в команду, то есть, мы не один работаем теперь, а нас трое, да, то есть, наше время, которое мы тратим, оно теперь в x3 увеличивается, то есть, нас теперь не один, нас теперь трое. Дальше, мы, соответственно, начинаем качать, предположим, личный бренд, и мы закрываем людей не на один месяц, да, там, подписываем контракт, а на год, предположим, год, все, то есть, наша бизнес-модель, заработка, она отличается, все, мы делаем по-другому как-то. Соответственно, мы здесь делаем другие действия, понимаете логику, да, соответственно, дальше, вот мы начали зарабатывать 100 тысяч рублей, все, нам опять мало, мы должны зарабатывать 300, все, мы опять делаем как-то что-то по-другому. Соответственно, вот, запомните это все, если хотите, сделайте скриншот, вот, уровень, точнее, формула прибыли, время наше, точка приложения силы, экспоненты роста нашего заработка и деньги, которые мы зарабатываем. Все, я сейчас все стираю. Соответственно, отвечаю на вопрос, так, блядь, что же делать-то, Макс, как, сука, зарабатывать-то больше? Я ответил, то есть, вам нужно делать что-то по-другому, то есть, новая бизнес-модель, да, соответственно, ключевой фактор в заработке, то есть, в переходе с одного уровня на другой, это ключевое слово новое, вот, блядь, запомните, вдолбитесь в голову, да, опять же, моя идея, нигде не подсмотрел, нигде не подслушивал, не прочитал, это чисто мой опыт, который я вам сейчас передаю. Вспоминаем, соответственно, значит, первый уровень, который у нас был, это отношения, да, отношения. Соответственно, сначала нам нужно поменять отношения, кто не смотрел мои видео, еще раз посмотрите, называется уровень нормы мышления, да, я его выкладывал в инстаграме, выкладывал в ютубе, вот. Вот, первое, с чего мы должны начать, это отношения, поменять отношения к себе и к окружающему миру, да, то есть, вот мы, вот мы, да, а вот окружающий мир, вот наша планетка, вот, мы должны поменять, соответственно, отношения к себе и к окружающему миру, это первый шаг, да, первый шаг. Даже если мы не зарабатываем 100 тысяч, а зарабатываем 40, а мы хотим зарабатывать 100, мы должны поменять свое отношение к себе и к окружающему миру, чтобы оно было на 100 тысяч рублей. Соответственно, покупать более дорогую одежду, ездить на более дорогом такси, кушать в ресторанах, если вы до этого не делали. То есть, мы, некоторые люди еще это называют растягивать реальность. То есть, грубо говоря, наша реальность была вот такая на 40 тысяч рублей, а мы ее, сука, берем и растягиваем, как резину, растягиваем до 100 тысяч. Да, нам больно, да, нам неприятно, некомфортно, но наша задача, чтобы мы привыкли к этому уровню нормы, чтобы мы привыкли к отношению на 100 тысяч рублей к себе и к окружающему миру. Вот, это первый шаг. Второй шаг. Все, мы как бы привыкли, нам хорошо, мы комфортно себя ощущаем, это важный момент, комфортно себя ощущаем в 100 тысячах рублях именно в отношении. То есть, не факт, что мы их зарабатываем, но мы себя комфортно там ощущаем. Почему это важно? Потому что, скажем, вот представьте, вы зарабатываете 40 тысяч рублей, и вы увидели на улице чемодан с баблом, миллион долларов. Да вы же не знаете, куда его деть, или в лотерее выиграли, как я в начале видео говорил. У вас может быть такой эффект, называемый откат, жесткий откат, потому что вы, когда зарабатываете 40 тысяч рублей, вы привыкли к этим деньгам, то есть, вы знаете, куда их потратить, вы знаете, как на них жить. А когда вам вдруг сваливается с неба миллион долларов, вы хрен знает, куда их тратить. И вы будете их тратить, как будто бы вы зарабатываете 40 тысяч, но просто больше. То есть, понимаете, вы как ребенок, который попал, ну как, калисы в стране чудес. То есть, вы никуда их не будете инвестировать, вы не будете открывать бизнес. Есть очень много примеров, очень много примеров того, что я говорю именно у звезд. Там, скажем, почитайте про историю рэпера 50 Cent, который играл пирата Карибского острова Джонни Депп. Многие звезды, они много зарабатывают, но они нихуя не умеют инвестировать, они нихуя не умеют работать с этими деньгами, которые они получают. И в итоге они потом банкротами себя объявляют. Потому что, опять же, мышление, опять же, понимаете, я не толкаю вам какого-то Киосаки, я не толкаю вам какого-то финансового гения. Я сейчас рассказываю чисто свой опыт, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Соответственно, первое – это отношение. Второе – это отношение к новому. Второй шаг – это отношение к новому. Помним, чтобы нам зарабатывать по логарифму больше денег, мы должны делать что-то новое, либо что-то по-другому. Соответственно, очень важно, как мы относимся к новому. И тут важный момент, который… Вы можете с этим согласиться. Вы можете сказать, да, я нормально отношусь ко всему новому, да, я новые книги читаю, хожу на конференции, смотрю новые сериалы, знакомлюсь с новыми людьми. Да, вы, конечно, молодец, но по моему опыту, который я подтвердил экспериментом, 90% людей нихуя не готовы к новому. Вот не готовы к новому. Как я это подтвердил? Я в Инстаграме, может быть, вы видели, анонсировал буквально 2-3 недели назад квест по заработку. Туда вписалось порядка 100 человек. То есть, люди получали первое задание, и я их добавлял в чат Телеграм. Может быть, вы даже в этом участвовали, может быть, вы даже это видели. И я выложил туда несколько заданий. Как только я выложил задания, которые люди не ожидали, тут же начался блок негатив, жалобы, типа, хуйня, Макс, ты нас обманул, все. То есть, по сути, это именно ваш мозг, который вам не позволяет принять что-то новое. То есть, что значит отношение к новому? Это не значит, что вы пришли в магазин и купили новую книгу. Почему? Потому что вы пришли в магазин по тому же самому маршруту, совершили те же самые действия, как вы совершали до этого 3 года или 5 или 10 лет подряд. Понимаете? То есть, как бы это минимальное изменение в вашей жизни, оно минимальное, оно не влияет никак на вашу жизнь. Она вообще никак не влияет. То есть, это все равно, что, я не знаю, там, вот вы живете в своей комнате за 40 тысяч рублей и купили туда, не зеленый торшер, а оранжевый. Нихуя не поменялось, понимаете? Вы как были в этой комнате, так и остались. То же самое здесь. Почему я об этом говорю? Потому что, если вы посмотрите, опять же, мое видео про мою жизнь, мою историю, да, я это выкладывал, опять же, в Инстаграме, можете посмотреть в Ютубе, набрать видео Аяз Шабудинов про Макса Белоусова. Похуй, как вы относитесь к Аязу Шабудинову и к инфобизнесу в целом. Просто послушайте мою историю, да. Просто поймите суть того, что как я относился ко всему новому. При этом я очень сильный консерватор, да. То есть, я, в принципе, боюсь перемен. Как бы люди меня поймут, те, кто боятся перемен. Я люблю все контролировать, но при этом я понимаю, что если я хочу расти, мне нужно делать что-то новое, впускать в свою жизнь что-то новое. Посмотрите фильм «Всегда говорит да» с Джимом Керри. Вот это про это, да. Почему? То есть, если хотите прям глубоко в этом разобраться, почитайте книгу «Черный лебедь» Насима Талиба. Там он как раз говорит, он на самом деле аналитик-финансист. И он попытался разобраться, почему некоторые люди достигают успеха, почему некоторые нет. И что зависит, да, что такого в жизни случается у человека, что он, соответственно, получает какой-то гиперрост, да. Сейчас, возможно, я говорю, как какой-то там инфобизнес-тренер с БМ, ну, как бы просто послушайте меня, да. В любом случае для вас это бесплатно. Соответственно, гиперрост происходит, из-за того, что человек позволяет миру случиться чему-то новому. Простой вам пример. Скажем, были ли у вас случаи, когда вам друзья, либо знакомые, либо коллеги предлагали какую-то авантюру, да, типа там, не знаю, Саня, там, не знаю, Олег, впишись, крутая тема. Такие, ну, нахуй надо, у меня зарплата, у меня все так хорошо в жизни, у меня все стабильно, как бы у меня там семья, женщина, там, как бы все окей, там, кошку дома, родители не одобрят, да. Если такое было, поставьте цифру 9, да, в комментариях под этим видео. Даже если вы смотрите в записи, все равно поставьте. Потому что обратная связь, она улучшает диалог между нами. Вот, соответственно, вот эти авантюры, это как раз-таки, если прям копать глубоко, ну, там, в эзотерику, там, в, не знаю, в религию, это диалог Бога с вами, да. То есть, Бог, он не может спуститься с небес к вам, там, появиться в обличии, там, чего-то, я не знаю, человека с бородой длинной, сказать, Олег, хватит заниматься хуйней, ты хотел зарабатывать миллион рублей, вот тебе шанс, да, вот тебе, блядь, твой друг Саня, который тебе предлагает нормальную тему, а ты, долбоеб, не соглашаешься, он же не может так сделать, правильно, соответственно, он, я не знаю, в кого вы верите, в Буду, в Аллаха, там, блядь, в Бога, в Иисуса, вообще посрать, как бы, в кого вы верите, важно суть понять. Соответственно, он с вами начинает разговаривать через вот такие ситуации, да, то есть, вы хотели, вы просили, там, может, вы помолились, не знаю, может быть, вы, там, просто подумали о том, что вам нужно бы, там, зарабатывать 100, 200, 300 тысяч рублей, миллион, да, и мир, окружающий мир, окружающая реальность, Бог, хрен знает, в кого вы, там, верите, неважно, сейчас, не по религию, он вам дает этот шанс, то есть, он с вами разговаривает, он говорит, чувак, вот ты хотел, вот тебе шанс, вот тебе Олег, там, Саня, там, который тебе предлагает авантюру. Но, что происходит дальше, то есть, приходит Олег, с охуенной темой, да, на которой вы реально можете заработать, да, то есть, он пришел к вам, вот, вот ваш мир, да, вот ваш мир на 40 тысяч, а вы хотите зарабатывать 1 миллион, да, вот к вам приходит Олег, да, все, у Олега реально крутая идея, он готов вам помочь, и он тебе, и он предлагает, типа, тебе вот, чувак, давай, впишись, блядь, миллион рублей, мы же хотим зарабатывать. Что здесь происходит? Твой мозг, да, то есть, я сейчас прямо вот нарисую твой ебаный мозг, вот твой мозг, я не художник, но представим, что это мозг, вот это вот серое вещество, да, вот это мозг, что он делает? Он говорит, нахуй надо. Почему? Потому что я привык выполнять вот эти действия, мне здесь комфортно, я не хочу напрягаться. Мозг всегда работает в режиме сохранения энергии, блядь, запомните, он не хочет напрягаться. И все действия максимально он переводит в состояние, назовем, автопилот. Автопилот. Вспомним, как вы просыпаетесь с утра, вот вспомните, какие действия вы совершаете. Вы встаете, одеваете свои тапочки, идете в туалет, писаете, какаете, потом чистите зубы, готовите себе яичницу, одеваетесь, проверяете почту, проверяете смартфон, там, кто вам написал в ВКонтакте, идете до остановки, либо до метро, едете, приезжаете на работу. Вот это время, два часа, да, которое вы, в котором вы совершаете хуевую тучу действий, оно все на автопилоте. Потому что мозг, если будет тратить сто процентов своей осознанности и своего ресурса на каждое действие, вы, блядь, сука, взорветесь просто, вы сдохнете. Потому что, ну, нереально. Каждый раз, там, не знаю, думать о том, как почистить зубы, как дышать, я не знаю, там, как открывать, закрывать веки, там, как одевать носки и как дойти до остановки. Поэтому он, максимальное количество действий, которые вы повторяете из раза в раз, из день в день, он переводит в режим автопилот. Все. Соответственно, здесь он чувствует себя комфортно, здесь он чувствует себя хорошо. Это, как, знаете, это как жирный мудак, который сидит на диване, и он не хочет заниматься спортом. Он попивает пиво и смотрит, там, не знаю, телеканал, блядь, пятницы, да? Вот это ваш мозг, да? И как только вы говорите мозгу, блядь, братан, надо бы, короче, что-то новое изучить, вот этот жирный боров на диване, он говорит, нахуй надо, кидает вас, кидает в ваш лоб, как в фильме «Однажды в Голливуде банку из-под пива или из фасоли, какая у него там банка была», и говорит, я не хочу. То же самое, вот ваш мозг делает, да? То есть, к вам приходит Олег и говорит, блядь, братан, хорош уже зарабатывать 40 тысяч рублей, давай зарабатывать миллион, давай что-то новое сделаем, у меня есть новая идея, классная идея, да, давай. И мозг такой, ну нахуй, почему? Потому что ему надо что-то новое изучать, что-то новое пробовать, да, там, пойти куда-то, с кем-то познакомиться, что-то изучить, блядь, я не знаю, что-то попробовать, что-то поделать. И он говорит, нахуй тебя, Олег, не хочу, я буду сидеть и зарабатывать 40, вот что вы делаете, каждый раз, сука, когда к вам приходит человек и предлагает вам что-то. 90, сука, процентов людей так делают, я уже это подтвердил своим квестом в Телеграме, я его запускал, у меня в чат добавилось 100 человек, сука, из 100 человек только, блядь, 15 захотело идти дальше, а я им предлагал научиться зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, блядь, бесплатно, сука, просто бесплатно, потом я предложил им просто, заплатить 900 рублей, да, и как раз таки вот это послужило блоком, чтобы идти дальше, потому что мозг сказал, не, блядь, это наебка, Макс на нас зарабатывает, да, блядь, да посчитайте, сколько я заработал, 15 тысяч рублей, серьезно, блядь, я на кальяны больше трачу, я, чтобы, блядь, время, которое я трачу на этот квест, я, блядь, потратил там больше денег, чем, блядь, заработал, понимаете, и вы, из-за 900 рублей, которые участвовали в этом квесте, вы не согласились идти дальше, то есть получать от меня новый контент, как бы я сейчас просто пример привожу, почему, потому что ебаный мозг сказал, нет, это наебка, это инфоцыганство, тебя там обманут, блядь, да где обман, ебаный, 900 рублей, чувак, я же не говорю тебе 9 тысяч заплатить, 90 тысяч, 900, сука, рублей, но при этом, это послужило блоком, да, знаете, вот кто занимается маркетингом, есть очень хорошая идея того, что, если вы хотите повысить конверсию на свой вебинар, поставьте людям оплату хотя бы одного доллара, соответственно, люди, которые платят один доллар, они хотят его окупить, да, бред, но это так, да, то есть, чтобы повысить конверсию на вебинар, просто поставьте какую-то входящую сумму денег, так, с этим разобрались, соответственно, отношение к новому, вот ваш мозг, рисуем ваш мозг, вот он, здесь, у многих людей затык, даже если вы говорите, что вы нормально относитесь к новому, даже если вы говорите, что вы готовы все изучать, как только появляется что-то, что не входит в ваш план, то есть, вот ваша коробка вашего мозга, где он на автопилоте делает действие, и как только он понимает, что ему нужно создавать новую ячейку, напрягаться, что-то делать, он говорит, не, нахуй надо, и как это происходит, он вам придумывает оправдание, дорого, наебка, там, не знаю, лень, лень туда же, лень, он лень еще включает, по сути, лень это бессмысленность действий, а бессмысленность действия от чего, потому что мозг не видит в этом смысла, все, ну и куча-куча других, не знаю, он матерится, не знаю, аж чего он достиг, да, там, не знаю, а ему повезло, а у него родители богатые, да, там, не знаю, он на тендерах сидит, там, еще вот всю вот эту хуйню, которую вы себе там продаете сами же себе, вы хаваете это говно сами, понимаете, вот это все работа мозга, так, соответственно, что нужно делать, нужно, блядь, от мозга к сердцу переключиться, вот, блядь, ваш ебаный мозг, да, а вот сердце ваше, и сердце, сука, всегда знает, что вам надо, ну, назовите это душа, назовите это сердце, я не знаю, интуиция, блядь, это когда ваш мозг, блядь, перестает, блядь, пиздеть, да, вот этот диалог, не прекращающийся вашего мозга, да, и включается ваше сердце, соответственно, здесь, когда вам что-то предлагают новое, когда вам, соответственно, не знаю, предлагают вписаться в какую-то авантюру, да, сука, стрёмно, да, всегда стрёмно, блядь, Вы вспомните, как вы учились кататься на велосипеде Либо когда вы учились плавать Было же стрёмно, не знаю, первый поцелуй, первый секс, вспомните Было стрёмно, да конечно было Ну что, вы пожалели что ли от этого? Нихуя, как бы Вспомните свой первый опыт поездку за границей Сука, пиздец, стрёмно Не знаю, там, аэропорт, заказать билет, не поребать вещи Сесть там в правильный автобус Понимаете, стрёмно Но неужели вы от этого пожалели? Нет Нет Вы открыли для себя новый мир, новую частичку мира То есть вы жили вот в таком куске мира, да Как только вы позволили случиться чему-то новому, изучить что-то новое Вы открыли для себя вот этот кусок мира Вот этот, блять, кусок мира Вот этот Что, плохо что ли? Нет У нас в эволюции человека, в эволюции мозга Стоит, чтобы мы изучали всё новое Наше серое вещество Наше тело, оно создано для того, чтобы преодолевать трудности Преодолевать преграды Изучать что-то новое Блять, мы же, сука, охотники на мамонтов, блять А женщины, они хранители очага У них куча моментов, которые они должны изучать Там, не знаю, там, анализировать Но, что происходит в 21 веке? В 21 веке происходит то, что нас учат быть в неосознанном состоянии Почему? Потому что социуму, государству, капитализму Выгодно, чтобы мы были просто ячейками Вот такими ячейками, которые ходили на работу Вспомните клипы Now that break in the wall Pink Floyd Да, то есть вот это вы Вы частичка большого механизма И капиталистам, владельцам компании, я не знаю, государству Я сейчас не говорю про Путина Я говорю, в принципе, про устройство мира Им выгодно, чтобы вы ходили на завод И клепали кроссовки Nike за 2 доллара в час Понимаете? Вот им выгодно Потому что если вы проснетесь Если вы все это осознаете Если вы поймете, что вы свободная, сука, личность И вы можете зарабатывать столько, сколько вы захотите Просто это все зависит от вот этого, от вот этого То они обанкротятся, понимаете? Именно поэтому они держат вас в ячейке И они вас усыпляют За счет чего? За счет телевизора Тупых ютюб-шоу Там, не знаю, журналов, блядь Я не знаю, Диснейленда Там, не знаю, еды хуёвой Потому что вот я сидел на сыроедении 5 лет И поверьте мне, эти, сука, 5 лет были лучшими в моей жизни Да, я сорвался Да, мне было потом тяжело вернуться в это питание Но, блядь, я был там И я знаю, что если ты ешь нормальную еду Овощи, фрукты, орехи То у тебя уровень осознанности повышается У тебя мозг работает по-другому То есть даже в еде нас приковывают к батарее капитализма Чтобы мы не просыпались Чтобы мы были неосознанными овощами Которые ходили на работу И зарабатывали, сука, 40 тысяч Да что такое, блядь, 40 тысяч Да я не знаю Даже в регионах есть люди, которые зарабатывают, сука, 15-20 тысяч Да как можно прожить на такие деньги Вы же вообще, не знаю Мне хочется просто приехать туда и сказать Ребят, да вы в своем уме Да как так можно жить Я не ответил Да нормально, что Я там с Серегой каждый день пью водку Покупаю ее по 70 рублей Нормально Мне там продают паленку какую-то Либо я, не знаю, там Пизжу одеколоны Там с завода, на котором я работаю И мне заебись Все То есть вспоминаем наш мозг Мозг продал идею того, что все нормально ему И он на автопилоте совершает вот эти действия Он не хочет, блядь, напрягаться Он не хочет зайти в Ютуб, в Инстаграм Найти Макса Белоусова Который, блядь, объясняет, как ему больше зарабатывать Ему проще здесь Ему там нормально Соответственно здесь Вспоминаем ТВ, Ютуб, журналы Диснейленд, еда, не знаю, там Клипы Ну вообще, в принципе, масс-маркет Да? Вот это все Создано для того, чтобы вы находились Продолжали находиться в ячейке в этой Чтоб вы дальше не работали Чтоб вы дальше не развивались Чтоб вы не путешествовали по миру Чтоб вы не увидели Помимо вашего засранного города Где-то там в тютюшах Другую жизнь Чтоб вы не увидели Что, блядь Оказывается, люди могут жить по-другому Оказывается, люди могут зарабатывать другие деньги Оказывается, можно вообще по-другому все делать Соответственно, вот оно Отношение к новому Если вам понравилось данное видео Если вам было Полезно Было актуально Я вас попрошу Оставить большее количество Комментариев под этим видео В ютюбе Если вы увидели в ютюбе В инстаграме Скиньте это своим друзьям Пусть они, блядь, проснутся Пусть они хотя бы начнут Осознавать, что происходит Да? Больше лайков Больше репостов Отмечайте в сториз Все, мне будет приятно Если я буду Чем больше я буду видеть Обратные связи Тем чаще я буду выкладывать такие видео Спасибо вам за внимание Кто только зашел Пересмотрите в записи Все, спасибо Надеюсь, вам было полезно Пока Субтитры сделал DimaTorzok